Торпеда Минск К 13-му туру сегодняшние соперники Торпеда и Неман подошли наверняка не с тем багажом, на который рассчитывали на старте чемпионата. Гродненцы, имея в своем активе 4 виктории, последние 5 туров к ряду терпели поражение и были на грани смены главного тренера. У столичного Торпеда дела еще хуже. Команда Владимира Невинского лишь единожды побеждала и было это 10 туров тому. С тех пор сверху удалось набрать всего 3 очка благодаря ничейным исходам. Как итог, заключительное место в турнирной таблице. Очевидно, что в очном противостоянии и Неману и Торпеда нужны 3 балла. А получится ли их добыть, скоро узнаем. Все внимание на игру. Осторожная игра разворачивалась на поле стадиона «Трактор». На стартовом отрезке встречи команды по разу обменялись опасными моментами и продолжили искать подходы к воротам друг друга. Торпеда и Немана На промежуточном этапе и вовсе возглавили турнирную таблицу. Минская Торпеда для справки 12-я. Нападающий это вообще штучный товар. И поэтому то, что я вижу на тренировках, и всегда у него получается в играх. Поэтому у нас вообще стоял вопрос о пребывании ТМНГ в команде. Я думаю, что мы еще дальше будем сотрудничать. Я все-таки жду, что он принесет пользу. На матч судейская бригада вышла с траурными повязками в память о безвременной кончине своего коллеги Дмитрия Евневича, который после тяжелой болезни скончался на 43-м году жизни. Рефери национальной категории обслуживал матчи чемпионата Беларуси в качестве главного судьи с 2002 по 2016 годы. С 2018-го являлся инспектором матча юношеского первенства страны. Мы соболезнуем родным и близким и скорбим вместе с ними. В середине второго тайма ворота Торпеда был назначен 11-метровый удар. Васильев снес в своей штрафной Евгения Лешко и Дмитрий Дмитриев незамедлительно указал на точку, которой подошел капитан Гродненцев и внешне не сильно пробил. Леонов дотянулся до мяча, но потащить не сумел. Кстати, у голкипера Артема Леонова в пятницу был день рождения. Он отмечал свое 25-летие. И наверняка в его планы и в планы команды входило как-то эту дату отметить. Хотели поздравить после игры, но думали, что, понятно, рассчитывали на положительные эмоции. Но в любом случае поздравим, это естественно, но праздник подпортили. Попытались автозаводцы собраться, но гости им этого решительно не позволяли. Поймав кураж, они шли вперед. И спустя 10 минут преимущество Немана удвоил Глеб Рассадкин. Классный пас с пяткой Алыкулова на Евгения Лешко. И тот точно вырезал на Рассадкина, который выиграл вверх у своих оппонентов. Отдельно хочется отметить Евгения Лешко, который, проведя в основе за Неман пять стартовых матчей, до этой игры с торпедо лишь единожды попадал в число первых одиннадцати. Сейчас же вышел, заработал пенальти и на его счету голевой пас. А насчет Жени Лешко? Как-то не появлялся, сегодня вышел? Мы ищем какие-то взаимоприемлемые сочетания. Сегодня как раз сложилось то, что, в общем-то, все на каждой позиции сыграл хорошо. Вот не всегда еще игру. Мы подумали, не всегда хорошо играет со старта. Не то, что хорошо, не хорошо играет. Немножко после травмы он тяжеловато чувствует. Мы решили сделать рокировку Рассадкина и Яника. Это нам принесло пользу, потому что на 30 минут его хватает после восстановления. Второй гол Немана еще больше усложнил и без того печальное положение автозаводцев. Кроме того, поговаривают, что у них все плохо с финансами. Однако главный тренер отказался комментировать этот нюанс. Ну, я хотел бы разговаривать именно на спортивную, на футбольную тему. Поэтому все-таки мы футболисты и наша работа именно заключается в том, чтобы выходить, показывать содержательность, зрелищный футбол, несмотря на какие-то неприятности, которые могут быть у каждого человека, у каждой команды в любой деятельности. Поэтому хотелось бы больше поговорить о спортивной составляющей. И здесь я не думаю, что, выходя на поле, кто-то думает о каких-то проблемах. Мы все спортсмены, мы все азартные люди, мы хотим победить в любой игре, в любых единоборствах. Даже когда садимся за стол играть в карты, тоже все хотят победить, выиграть. Поэтому тут, наверное, не должно ничего отвлекать именно от нашего любимого дела, от футбола. Ну, просто футбол – это тоже работа, и работа, она должна оплачиваться. Ну, я с вами согласен. У Немана подобных проблем нет, но была другая. В минувшем туре после поражения от Городей Игорь Ковалевич заявил о своей отставке. Но спустя несколько дней собрание наблюдательного совета ее не приняло. И кажется, судя по тому, как команда выглядела на тракторе, это событие ее немало встряхнуло. Город для меня слишком дорогой, чтобы, в общем-то, я готов был уйти отставку, пожертвовать. Не то, что пожертвовать, а просто уйти, если бы это было на благо городу. Раз руководство приняло такое решение, не отправлять меня после моего заявления, значит, будем работать дальше. У меня состоялась беседа с Мячеславом Брониславовичем. Мы долго разговаривали один на один, в общем-то, это останется между нами. И поэтому будем двигаться дальше, готовиться к матчам. Прошло еще 10 минут и случился третий гол Немана. Андрей Якимов в своем фирменном стиле, получив мяч за пределами штрафной, хлестка точно пробил. Якимов 29 лет прибавляет и, в общем-то, может, еще бы ему чуть-чуть больше тактической выучки. А так он сейчас выглядит очень прилично и физически. А, конечно, это его конек, он хороший игрок. В уже добавленное время гости могли довести счет до разгромного, но удар Аллы Кулова парировал Леонов. Таким образом, при счете 0-3 команды отправились отдыхать, и Владимиру Невинскому предстояло немало поломать голову, как исправить ситуацию во второй половине встречи. Со старта второго тайма стало понятно, что Неман намерен действовать по счету, давая сопернику играть, но не позволяя многого. Вместе с тем гродницы не забывали об атаке. И на 55-й минуте еще раз поздравить вратаря соперника мог Аллы Кулов. Но и на этот раз, как и в случае с первым ударом 27-го номера гродницев, Артем Леонов показал класс. После того, как главным тренером национальной сборной был назначен Михаил Мархель, в его тренерский штаб вошел Георгий Кондратьев, которому для этого пришлось покинуть место в тренерском штабе Немана. И если в националке прибыло, то в Гродно убыло. Ну, мы очень давно дружим с Георгием Петровичем. Я работал под его управлением, руководством молодежной сборной. Конечно, это очень хороший специалист. Он принес какой-то свежей струи в Гродно. Он очень хорошо относился к Гродно. Мы ему очень благодарны. Команда благодарна. Я благодарен. Благодарен болельщикам и руководству города за то, что он сделал. Нес какие-то, несмотря на то, что мы проиграли пять игр. Мы движемся в своем направлении. И Георгий Петрович сегодня был. Он всегда был с Гродно с нами. Стоит отметить, что команда Невинского отрезками демонстрировала очень достойную игру. Но, к сожалению, всякий раз торпеда чего-то не хватает. Хотя команда в целом симпатичная. К сожалению, не можем забить. И ошибки случаются, за которых нас наказывают. И естественно, что любая игра может по-разному сложиться. Причем любая может качнуться к качели как и в нашу сторону, так и в противоположную. Оно, к сожалению, больше пока в противоположную сторону. Но, опять же, через работу, через труд, я думаю, что придет результат положительный. И даже несмотря, что у торпеда в нынешнем сезоне не все клеится, преданные болельщики остаются с ними до конца и поддерживают команду в любой ситуации и при любых результатах. И на этот раз на тракторе их сектор был весьма внушителен и громок. В то время как на трибунах зрителей было мало. На тракторе хороший газон, но условия для просмотра, мягко говоря, не очень. В любом футболисту приятно играть на траве и на газоне отличного качества. Здесь это есть. То, что касается трибун, конечно, это огромнейший минус. Но, скажем так, если сравнивать, приятнее играть на тракторе, чем на Симашко. Успокоенной стала выглядеть игра ближе к своему завершению. Хотя все же моменты иногда возникали, но были редкими и не очень опасными. На 84-й минуте Игорь Ковалевич провел свою последнюю замену, выпустив место Максима Яблонского Артема Концевого. И для 36-летнего игрока это появление на поле стало 500-м в матчах на высшем уровне. Поздравляем Артема с этой знаковой датой. Чем ближе был финальный свисток, тем очевиднее было, что Неман в этот раз наверняка уедет из Минска с победой, причем с сухой. Матч завершен. Неман прерывает свою проигрышную серию, а мы идем за комментариями и эмоциями. Игорь Николаевич, поздравляем вас. Проигрышная серия наконец-то прервана. Наверняка вы испытываете только хорошие эмоции. Конечно, хорошая игра была. Ребята находились в психологически не совсем верном состоянии. Мы нашли подходы, сделали какие-то выводы и сегодня хороший матч. Что эта победа значит? Потому что, ну ведь много уже было, скажем так, накаленная обстановка вокруг Немана. Ну, знаете, она накаленная как? Ну, если кто-то накалял, может она была накаленная. Я чувствую свою команду, поэтому мы сделали какую-то перезагрузку, какие-то нашли новые сочетания, поэтому мы будем двигаться дальше. Немана своя политика. Мы воспитываем своих игроков, мы приглашаем молодых. Мы стоим на своих рельсах. И, конечно, мы готовимся от матча к матчу и на рельсах, и без рельсов. Конечно, очень важно, это надо было победа после пяти поражений. Поражение обидное, это естественно. Но в любой ситуации можно найти какие-то положительные моменты. Ну, первое, что не расклеились ребята и хотели во втором тайме исправить ситуацию. И второе, это поддержка болельщиков, которые с нами в любую минуту и в радости, и в горести. Поэтому огромный респект и благодарность в нашем исполнении. Тут ничего не остается, как надеяться на то, что мы исправим ситуацию в дальнейшем. И смотреть с оптимизмом прошедший тур этой истории, уже надо сделать правильные выводы и идти дальше. Вы после матча всей командой подошли к фан-сектору, у вас какая-то беседа состоялась. О чем говорили? Ну, мы выразили надежду на то, что исправим ситуацию. И, опять же, повторюсь, благодарность болельщикам за то, что они нас поддерживают в любую минуту. Одна серия прервана, другая продолжается. Неман в 13-м туре на коне, торпеда же еще предстоит решить все свои проблемы. Но впереди еще много игр и все может измениться. Продолжаем смотреть и наблюдать. С вами была Кристина Козел, программа «Козел про футбол». Смотрите нас, подписывайтесь на наши странички в социальных сетях и встречаемся через неделю. Это какая-то... Смотрите нас, подписывайтесь на наши странички, подписывайтесь на наши странички. Спасибо за просмотр! Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Продолжение следует...